И эту тему более подробно обсудим с нашим следующим гостем, пресс-секретарь фонда «Идите лесом» Иван Чувеляев, с нами в связи. Иван, здравствуйте, рады приветствовать. Добрый вечер, здрасте. Ну что ж, касательно мобилизации в Российской Федерации. Почему так получается, что военное руководство Российской Федерации, да и в целом руководство властелин Кремля, так его назвать, Путина, почему они так боятся правду говорить своим же людям, россиянам, о том, что идите защищать так называемую родину, и почему они скрывают информацию о мобилизации? А что ж боятся? Встречу вспоминаем часто Путина с матерями, да, давайте так скажем. Якобы с матерями, да. Окей, проверять же каждого не будем, но он же сказал, они бы все равно умерли. А так умерли, как он утверждает, как герои, да? Но это же правда. Ну да. Якобы как герой, да. Но в свою очередь о страхах. Говорит ли это о том, что российская власть, в принципе, уже начинает бояться реакций российского народа? И говорит об этом всем косменно. Здесь, мне кажется, нет страха ни с одной стороны. Это правила игры, к которым все уже давным-давно привыкли в Российской Федерации. Любой половозрелый мужчина старше 17 лет, я думаю, прекрасно понимает, что армия — это одна из тех государственных структур, которые занимаются репрессиями и, собственно, являются инструментами подавления, издевательства, унижения человеческого достоинства. Другой функции у них нет в нынешней российской системе. Я думаю, что какое-то количество людей большое достаточно странным образом повелось на сказки про реформу армии, про то, что теперь всего-то нечего, значит, служить один год и так далее. Ну да, наивные люди, они в это поверили. Они поверили в эти сказки. Но в общем и целом ни страха власти, ни страха, уж кто-то точно не боится, так это власть. У нее в руках огромный репрессивный аппарат, огромное количество офицеров, которые могут совершенно безнаказанно издеваться над гигантским количеством людей на сегодняшний день. Это никакие не 300 тысяч человек, как вы понимаете, а гораздо большее количество. А если взять вместе с ЧВКшниками, так совсем как бы это фактически узаконенный садизм. И все сообщения, касающиеся мобилизации, которые к нам поступают, говорят об одном и том же. Говорят об одном, о том, что над людьми издеваются всеми доступными методами. Над ними издеваются в военкоматах, над ними издеваются, они подвергаются пыткам фактически на сборных пунктах, в учебках. И, очевидно, над ними издеваются, когда они оказываются уже на линии фронта, в окопах. Или тем более, когда они пытаются сложить оружие или сдаться в плен. Начинается издевательство. Это отточенная, замечательно работающая репрессивная система, которой очень много лет. Да, и вопросы поднимают мамы, жены, приходят там военкоматы. И вот сегодня появилась информация. Матерей военных с Сахалина отправят в командировку. Ну, я цитирую, как есть. Матерей военных Сахалина принято решение, будем отправлять командировку в ДНР. Поездку будет оплачивать Единая Россия. Первой поедет женщина, сына которой призвали по мобилизации. Об этом рассказал губернатор региона, это Сахлинская область. Еще раз обращаем внимание, Валерий Лимаренко. Женщины по очереди будут ездить в самопровозглашенную ДНР, чтобы контролировать доставку посылок и следить за тем, чтобы запросы бойцов, цитирую, выполнялись в точности. Эти поездки Лимаренко назвал командировками. Вот такие будут командировки теперь реализованы для того, чтобы контролировать процесс. Правда, не очень понятно, зачем и какие могут быть результаты и последствия. Ну, возможно, у вас есть ответ. Пиар-акция — это старый добрый прием. Не можешь победить протест, надо его возглавить. Разъяренные матери и родные, матери, жены, и не только, надо сказать, порой это просто знакомые друзья семьи, которые ужасаются и пытаются спасти своих близких и вытащить их с линии фронта. Это одна из двух очень больших проблем для сегодняшней российской армии, насколько я понимаю. Нужно каким-то образом эти проблемы решать. Если говорить про дезертирство и отказничество, то здесь работает страх. Все видели видео с казнью ЧВКшника Евгению Нужина при помощи кувалды. Она сработала замечательно, потому что на слово «плен» любой человек, который к нам обращается, тут же говорит «нет, нет, ни за что, никогда». Потому что они все больше всего на свете боятся, что их выдадут обратно, они опять каким-то образом попадут в руки российской армии, и там они будут казнены абсолютно вне закона, над ними будет еще не на расправа. Что касается матерей, с ними труднее справиться, но вот нашли замечательный метод, старый, добрый. Сейчас мы этих матерей будем за счет государства от щедрот своих возить в ЛНР и ДНР, чтобы они под камеру смотрели на своих сыновей, обнимали их, целовали и уезжали бы обратно. Ну и, наверное, очевидно, чего мы люди с опытом, мы все-таки жили в этой стране, живем, к сожалению, жили в этой стране много лет, и при этом режиме существуем давно, мы знаем, как это делается. Очевидно, что это будут не... Ну, скорее всего, это будут действительно какие-нибудь матери, но какая-нибудь мама, глава районной ячейки, «Единая Россия» и глава районной поликлиники, что-нибудь такое, скорее всего, которая точно не будет ничего предусудительного с точки зрения власти и пропаганды делать. Поэтому это делается с единственной целью заткнуть протест матерей, который сейчас представляет для власти огромную-огромную-огромную проблему. Пожалуйста, насколько велик в Российской Федерации запрос избежать непосредственно мобилизации? Мы видели первые цифры людей, два миллиона человек, да, или сколько там цифр разнятся, выехавших, да, из Российской Федерации, люди, которые просто не желали идти на войну и по факту были противниками вот этой так называемой частичной мобилизации. Насколько сейчас еще велик запрос и великое количество людей, которые не хотят воевать и избегают этого максимальными методами? Ну, он по-прежнему очень велик. Никто не хочет умирать. Очевидно, что мобилизация ни у кого не вызывает восторг из тех, кого она касается. Ну, наверное, вызывает восторг у каких-то совсем там пенсионеров несчастных, которые в основном занимаются тем, что смотрят телевизор и сидят дома. Но полувозрелый мужчина, которому мобилизация грозит, естественно, хотят ее избежать. Это очевидным образом. Вопрос просто, на каком этапе они начинают этого действительно хотеть и предпринимают какие-то усилия, чтобы ее избежать. Кто-то предпринимает усилия еще на этапе непосредственно мобилизации, писал нам на горячую линию, спрашивал, что надо сделать, чтобы не получить мобилизационные предписания, что надо сделать, чтобы не оказаться мобилизованным. Кто-то обращается к нам из военкомата, и оттуда мы их вытягиваем, помогаем писать заявление на альтернативную гражданскую службу и уйти из военкомата целым и невредимым. Кто-то, увы, понимает, что он не хочет участвовать в этой войне, только уже попав на фронт. И здесь, на самом деле, все куда сложнее и куда тяжелее, конечно. Сложнее и тяжелее, потому что мы сегодня уже вспоминали, вспоминали о тех местах, где удерживаются те, кто уже был перекинут. Например, если мы говорим о временно оккупированной Донецкой области, Луганской, там есть определенные места удержания, Брянка, да, также известно, попадают туда те, кто отказывается воевать. Но если мы далее более продолжим тему и мобилизации, которая на самом деле не прекращена, я сейчас попрошу наших коллег показать движение «Весна», я думаю, вы о нем также и знаете, которое сейчас продолжает тоже работать по тем, кто не хочет участвовать в военных действиях. Мобилизация не прекращена, это подтвердил суд. Мы требуем выпустить указы о ее окончании и направили об этом заявление администрацию президента, я тут добавлю, Российской Федерации, то есть Путину. Петиция с требованием выпустить указ об окончании мобилизации, сейчас адрес я покажу, вот так вот это выглядит. И вот здесь обратили внимание, да, коллеги ваши из движения «Весна», при этом каким-либо нормативно-правым актом объявлено с 21 сентября 2022 года в Российской Федерации частичная мобилизация не прекращена. Указ президента об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации не отменен, в связи с чем пункт 4 данного указа, определяющий порядок прохождения военной службы и статус военнослужащих, продолжает свое действие. Ну и мы об этом говорили, да, что мобилизация продолжается, как это будет выглядеть уже там с января 2023-го, тоже мы можем только прогнозировать, но уже есть те, и вот ресурс «Важная история», о котором мы сегодня тоже вспоминали, на самом деле, говорит о том, что уже у них есть те, кто обращался, кто получил повестку, явиться в военкоматы в 2023-м году. Ваш телеграм-канал «Идите лесом», я часто очень смотрю, кстати, у вас постоянно увеличивается количество подписчиков, то есть запрос есть, и люди интересуются, люди обращаются и в чат-бот, которые просят помощь, реально просят помощь, и те, кто получил уже повестку, и те, кто действительно хочет не получить эту повестку и так далее. Скажите, пожалуйста, вот если все-таки есть такая петиция, но я задавать вам вопрос, будет ли, ну, скажем так, как Кремль и президент Российской Федерации исполнять петицию? Ну, наверное, не стоит мне задавать вам такой вопрос, да? Хотя, с другой стороны, не знаю, как может развиваться в этом вопросе ситуация, но в то же время, вот это требование выпустить указ об окончании мобилизации, как вы считаете, какие могут быть результаты такого требования? Результаты? Ну, я думаю, что и само движение «Весна» прекрасно понимает, что требование не будет удовлетворено, и никто не будет к нему прислушиваться. Вряд ли это вынудит российские власти все-таки подписать такой указ. Это скорее высказывание гражданское и акт гражданского неповиновения, который достоин уважения, почтения и так далее. Для меня это очевидно. К этому не стоит относиться как к какому-то инструменту влияния на события. К этому стоит относиться в первую очередь как к очередному акту неповиновения, каковых очень много. Пожалуйста, хорошо. А если говорить о следующем факте, может, дойдет ли до россиян, что вот эта вот так называемая СВО, специальная военная операция, она идет очень сильно не по плану? Во-первых, уже некоторые пророссийские телеграм-каналы пишут о том, что СВО, так называемое, 9 месяцев длится, а по факту ведутся бои за маленькие городки и успехи только у вооруженных сил Украины. Также вроде бы мобилизация частичная прошла, вроде бы еще сколько там, 80 тысяч человек на фронт кинули, вновь мобилизованных людей, а результата ноль, только увеличивается количество погибших. Может ли это внутри россиян вызвать такой, я про бунт уже не говорю, но недовольство, хотя бы в рамках кухонных стен? Уже вызвало, о чем разговор. Это не может не вызывать недовольство, и очевидно, что это протесты, их много, и мы видели с вами реакцию жителей, особенно жителей регионов, на то, как происходит мобилизация. Мы видели то, что происходит на Северном Кавказе, мы видели то, что происходит в Якутии, мы видели то, что происходит в Бурятии, в республиках, для которых эта мобилизация является фактически геноцидом. И протест никуда не денется, он есть, он будет, и он будет продолжаться. Проблема заключается в одном, опять же, точно так же, как высказывание движения «Весна», этот протест не является инструментом влияния на события. Этот протест точечный, он не будет шквальным, он не будет стихийным, он будет бесконечным, точечным. Количество несогласных с властью людей в стране было, есть и будет очень много. Их не слышат, им затыкают рот, но они продолжают высказываться. Достаточно вспомнить, да, события, которые происходили в сентябре, октябре, сразу после подписания закона, указанной о мобилизации. То, что происходило в регионах, особенно, чтобы увидеть уровень несогласия граждан Российской Федерации. Безусловно, к нам обращаются люди, которые вроде как не против войны, которые вроде как готовы воевать, и хотят воевать. Ну, хотят, предположим, там, лучших условий для того, чтобы воевать. Хотят какого-то там другого оружия, сухих и тёплых окопов, не знаю, чего-то ещё. Но это штучные случаи, их очень мало. По большей части, это люди, которые не хотят воевать, они не хотят умирать, они не хотят участвовать. Для них очевидно, что это бессмысленная, глупая бойня, которая служит только одной цели, уничтожению народов. Другого смысла в этом нет. Кстати, если я не ошибаюсь, в нашем эфире господин Гудков сказал очень интересную вещь, сказал, что вот эта частичная мобилизация показала, что количество желающих войны россиян перед телевизором больше, чем фактически. Да, что знак равно по факту количества того, что умирать готовы и воевать готовы только те, кто смотрит телевизор, а кого призывают на войну этого и умирать далеко не хотят. Вы согласны с этим мнением? Тому собой. Не то, что согласен, очевидно, что влияние телевизора на россиян очень сильно переоценено. Это скорее то, что они готовы говорить в публичном поле. Ну, если в телевизоре говорят, что всех надо убить, сжечь, съесть, а потом еще раз убить и сжечь, ну, значит, и мы так будем говорить. Хорошо, значит, так можно говорить. Если в телевизоре, не знаю, матерятся, значит, и мы будем материться. Если в телевизоре говорят по-французски, значит, и мы будем говорить по-французски. Ровно та же самая история и здесь. Это скорее указывается лексика и тон высказывания, да, такой modus vivendi. если угодно. Но это непосредственно на убеждение людей, на их желание и на их отношение к этой войне вообще не влияет. Потому что эта война коснулась каждого жителя Российской Федерации. Вообще каждого. Никто из них ее не хочет на самом-то деле. Если говорить непосредственно о том, как эта война касается их. Никто из жителей Российской Федерации не хочет жить в нищете, быть изгоем, не имеет никаких шансов на дальнейшее развитие и дальнейшую жизнь, и уж точно никто из них не хочет подыхать в сыром промерзшем окопе. Очевидно. И другое дело, что нет никаких инструментов для того, чтобы это несогласие выразить, кроме как выйти на улицу вместе с сотней таких же несогласных и громко это произнести, после чего получить наказание от власти. Вот пока Иван, мы с вами общаемся, много очень информации приходит, да, о том, как процессы развиваются и трансформируются в Российской Федерации вокруг тех, кто может попасть в фонмобилизацию. Вот буквально считанные секунды тому информация. Главное военно-медицинское управление Минобороны Российской Федерации запретило проводить военно-врачебную комиссию для мобилизованной. Начали жаловаться тоже те, кто пришел военкомата, исключение только для признания военнослужащего полностью либо временно негодным, есть категория определенной ГАИД, я думаю, вы об этом знаете, мобилизованы с различными заболеваниями и жалуются на отказы в проведении им военно-врачебной комиссии. Врачи ссылаются на разъяснение именно главного военно-медицинского управления Минобороны Российской Федерации. И это, кстати, решение было 30 сентября. Оказывается, вот с того момента этот процесс не происходит. А это о чем говорит? Это говорит о том, что ну всех давайте, чем больше, тем нам лучше для Российской Федерации. Но если человек действительно абсолютно не соответствует по всем медицинским показаниям, ну уже до такого абсурда доходит этот процесс? К нам обращалось очень много людей, которые как раз по этому вопросу интересовались этим вопросом. Потому что вообще-то у них, предположим, там сплошь и рядом это были предположены. Сейчас это особенно актуальный вопрос, потому что, обратите внимание, это выходит не в процессе, этой самой якобы частичной мобилизации, а во время призыва. То есть разница заключается в том, что те, кто был призван во время мобилизации и призывался во время мобилизации, у них уже была какая-то там высшая учетная специальность, военная учетная специальность, у кого-то, большинство из них все-таки были военники, у которых стояла какая-то категория. Те, кто призывается сейчас и те, кого будут волокут и будут волочить сейчас, то есть в основном студенты, молодые люди, 17-18-летние выпускники школ и так далее. У них нет никакой ни высшей военной, ни высшей учетной специальности, ни комиссию они никакую еще, если им там 17 лет, еще не проходили. Это значит просто, что таким образом они себя развязывают руки и делают так, чтобы было проще тащить студентов, 17-18-летних подростков на фронт. Другого смысла в этом решении нет. Кроме того, еще раз, нам очень много, к нам было очень много обращений, нам очень многие писали и спрашивали, что мне делать, у меня, предположим, там астма, не знаю, плоскостопие, межпозвонковая грыжа, еще что-то там, не знаю, узлы шморля, что мне делать, как мне вот идти нести справки об этом в военкомат, и раз за разом мы уставали повторять, не надо туда ходить, не надо ничего нести, справки есть хорошо, пускай лежат, пускай лежат у вас дома, в шкафу, пригодятся в другое какое-то мирное время. Сейчас, извините, даже, страшное дело, в мирное время военкоматовские врачи не смотрели на те справки, рентгены, бумажки врачебные, которые им приносили призывники. Сейчас это просто все легализовано, никто не будет на эти справки смотреть, вот по закону не будут, не только потому, что не хотят, но еще и потому, что такое вот им дано указание, не смотреть на бумажки, тащить всех, заключать контракты вообще со всеми, и призывников тоже хватать вообще всех, без исключения. Другого смысла в этом не будет. Ну и еще один момент за финалем уже. А мы сейчас спросим, Иван, а скажите, а вы есть в списке иноагентов? Я пытаюсь найти, но... Нет. Нет? Нет. Нет? Нет у меня. А вот очень странно. А как-то вы так отреагировали, как будто хотите там быть. Я думаю, это гордость для россиян, что ли. Это уже ровным счетом ничего не значит. Хорошо. Мы не просто так спросили. Да, не просто так. Тут дело в том, что Госдума же ужесточила закон об иноагентах. Теперь, если ранее ты как-то радикально проявлял свое противоположное мышление касательно в сторону российской власти, сейчас оно ужесточилось еще больше. Так сказать, если очень просто говоря для наших зрителей, ничего лишнего не говори, иначе станешь иноагентом. И в рамках мобилизации в том числе. Не дай бог ты что-то скажешь про то, что там мобилизованных как-то вне закона призывают ты иноагент. То есть какое-то кривое слово ты иноагент. Вот скажите, пожалуйста, эти действия не косвенно, а может быть и косвенно, но частично напоминают действия Гитлера во времена Второй мировой. Скажите, пожалуйста, вы можете такую вот параллель провести между сегодняшними действиями Путина и тогдашними действиями Гитлера? Ну нет, ну нет. Как это? Маловато королевства. Слушайте, вопрос, как бы да, если уж совсем отходить от темы мобилизации и двигаться в сторону темы иноагентства, на данный момент ярлык иноагента мало что значит. Тем более, если это физлицо иноагент. Изначально эта история, напомню, затевалась для того, чтобы очень сильно отравить и усложнить жизнь публичным спикерам, экспертам по самым разным темам. Чтобы они не могли высказываться спокойно, чтобы они не могли написать пост в Твиттер без этой бесконечной простыни перед высказыванием непосредственно, чтобы у них были проблемы с рекламными контрактами. На сегодняшний день те, кого объявляют иноагентами, находятся за рубежом. Никакую простыню им вешать совершенно не обязательно. Они этого и не делают. А если и делают, то так иронично, отстраненно, просто в рамках такого очередной шпильки в адрес власти. Поэтому на сегодняшний день это не имеет никакого значения. И это не тот случай, когда власть имеет смысл действительно демонизировать. Это ее мелкие пакости. Спасибо вам большое, Иван, за то, что вы присоединились к нашему эфиру за такую дискуссию. Я напомню, пресс-секретарь фонда «Идите лесом» Иван Чувеляев был на прямой связи с нашей студией. Ну и, в свою очередь, «Иван Чувелик вuld».